Фотовыставка в объективе «Лапланский заповедник» приехала в Хибины. На ней жители наших городов могут полюбоваться изображениями северных животных – лося и оленя. Наша съемочная группа побывала на открытии экспозиции и узнала много интересных фактов об обитателях заполярных лесов. Лапланский заповедник – четвертый по величине государственный природный заповедник в европейской части России. Практически вся его территория представлена дикой и нетронутой природой. Именно поэтому здесь обитает множество необыкновенных зверей. Задача – познакомить людей, детей с удивительным и прекрасным миром природы. Ведь в Лапланский заповедник мы же не можем попасть каждый день, и тогда, когда нам хочется и спокойно ходить, и гулять, и любоваться всеми этими видами. А это как раз именно такие моменты, которые не всегда возможно увидеть на территории, да, и попасть туда нелегко. Поэтому мы развозим картины в разные города, путешествует эта выставка, и человек, не выезжая из города, может всегда прийти в библиотеку, посмотреть, полюбоваться, поднять себе настроение, узнать что-то для себя новое. На этот раз экспозиция представлена изображениями хозяина тайги Лося и маленького оленя. Как утверждают специалисты заповедника, год был очень удачным на кадры. Благодаря этому выставка пополнилась более чем 30 работами. Первыми оценить творчество пришли четвероклассники 7-й Кировской школы. Я нового узнала, что олени и лоси питаются грибами, и то, что лоси могут погружаться в воду. Мне очень понравилась презентация, и фотографии тоже были красивые, мне понравились, особенно с лосями. Я узнала, что олени могут плавать, и что у них есть такие вот рога. Я думала, что они будут такие только гладкие, они шершавые на фотографии были, а я этого не знала. Уже долгие годы Лапланский заповедник сотрудничает с Центральной городской библиотекой имени Горького, где каждый раз выставляются новые работы заполярных фотографов. Мы приглашаем всех школьников, дошкольников, старших групп посетить эту выставку. Виртуальную экскурсию мы проводим. Ребята участвуют на выбор лучшей фотоработы, и в конце месяца мы подведем итоги, победителя определим, фотографа. Выставка в объективе Лапланский заповедник продлится до конца октября. Вход свободный.